Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова регистрации актов гражданского состояния рождения числится на 2500. Отец новорожденного, увидев порядковый номер в книге регистрации и получая поздравления от работников ЗАГСа, не поверил. Говорит, что ни разу не выигрывал в лотерею и в счастливую случайность по отношению к себе никогда не верил. Поэтому на торжественной церемонии счастливый отец Сергей Николаевич Левенец, регистрируя уже второго сына, с удовольствием говорит о своей семье. Мама у нас медсестра в амбулатории детской, в Анапске. Я командир отделения пожарной команды в аэропорту. Что особенно приятно, семью не выбирали специально. Сергей говорит, что забыл свидетельство о браке и возвращался за ним в станицу. Когда приехал снова в ЗАГС, очередь только увеличилась. Так что семью Левенец вполне можно считать среднестатистической. А документ под красивым номером 2500 – своеобразный подарок за трудолюбие и теплоту отношений в семье. Позвольте вручить вам первый документ вашего сына – свидетельство о рождении. Документ, подтверждающий, что он родился в стране Российской Федерации. Вы являетесь его родителями. Поздравляю. От имени главы города, юбилейного новорожденного, поздравила заместитель главы города по социальным вопросам Людмила Мурашова. Нам очень хочется, чтобы 2500-й ребенок потом стал победителем какой-нибудь Олимпиады, мы бы прибавляли ему, да, легали, потом бы, наверное, куда-то поступил и стал бы вот таким хорошим гражданином нашего города Анапы. Самый счастливый в этой ситуации был старший брат. С подвернувшейся ногой он ждал в машине и на вопрос, будет ли помогать маме с малышом, ответил, как настоящий мужчина. В порядке вещей. Вернуть в рамки. В станице Гостогаевской большегрузы ездят по удобным им маршрутам, игнорируя утвержденную в соглашении с муниципалитетом схему. Средства выделяют на восстановление одних участков дорог, а другие убивают. Грузовики на обочинах возле магазинов и автобусных остановок. Под мощными колесами многотонников дороги стонут, от нагрузки утопают в грязи. Водители не считаются ни с утвержденной схемой движения, ни со скоростным режимом. Вы видите, как они летают? День и ночь. Он дрожит. День и ночь. Лежишь, вот только умигает. Я боюсь, он со времен, что он завалится скоро. Невозможно. Невозможно. И тут же в подтверждение слов жительниц улицы Комсомольской. Людям говорят, за все заплачено. Вот он, главный аргумент такой вседозволенности. Но строители-газовики говорят, да не договаривают. Компенсацию выделили на 8 участков дорог. В трех сельских округах. Первомайском, Гостогаевском и Гайкадзорском. Главе Анапы Сергею Сергееву во время его рабочего визита депутат Михаил Макаренко и замглавы сельской администрации Игорь Перекатей подтверждают, ездят как попало. Идут через центр. Вот это вот их следы. Знаки поставили, все позбивали. В центре повырывали знаки. То есть грузовому запрещено. Вернуть движение большегрузного транспорта на согласованную еще в 2009 году схему можно только серьезно занимаясь этим вопросом. Дорожной полиции выставить посты ГИБДД. Отдел по транспорту должен инициировать эту работу. Вот где его роль подрядцова? Он должен здесь утро начинать и вечер заканчивать. Большая техника скоро обещает уйти из Гостогаевской. До 20 декабря. Такую дату называли сами строители-газовики. По решению межведомственной комиссии на пляже Ханапы приступили к демонтажу летних кафе. Запланировано снести более 60 незаконно установленных и брошенных строений. Собственников информировали о необходимости убрать точки общепита собственноручно. Предприниматели, которые не имели разрешительных документов на сооружение и на земельный участок под ними, сегодня попрощаются со своими постройками. Самые проблемные зоны – прибрежные территории со стихийной застройкой, кафе, ресторанами и увеселительными заведениями. Деревянные сооружения незаконно размещены в 30-80 метрах от моря. При этом некоторые из них были не только установлены незаконно, но и представляют опасность для окружающих. В одном из помещений, по всей видимости, располагалась бытовка для работников, а на нехитрой кухне готовили прямо возле деревянных стен. Всеми доступными способами предприниматели информировали о необходимости демонтажа конструкций. Сотрудники управления муниципального контроля размещали на объектах объявления. Во всех средствах массовой информации курорта также обращались к собственникам. Многие предприниматели на предупреждение не отреагировали. Демонтаж проводился силами администрации. Обломки строения уберут с пляжной территории и отвезут на штрафстоянку. Именно там и сможет забрать их неизвестный собственник, если вдруг объявится. Правда, особой ценности эти обломки не представляют. С 200 квадратных метров было вывезено 5 машин строительного мусора. Я будущий избиратель. Викторину с таким названием провели для школьников курорта специалисты молодежного центра 21 век в Центре культуры Родина. Викторина прошла в преддверии Дня Конституции для повышения правовой грамотности будущих избирателей. Не секрет, что процент явки на выборы невысок. Исключение составляют выборы президента. Инициатива правового комитета – разработка программы правового просвещения молодежи «Я будущий избиратель». Уже второй год для старшеклассников проводят тематические уроки. Ребята изучают программы партий, участвуют в дискуссиях, деловых играх. Чтобы в доступной форме донести все эти знания до молодежи. Именно вот так, через интерес, через конкурсные составляющие можно донести эту информацию. И им это будет интересно. И они будут ее воспринимать. Викторине приняли участие 10 команд. На суд зрителей и жюри участники представили свои проекты. Как они видят выборы будущего. Ирина Строгина – капитан команды школы номер один. Ей еще нет 18-ти. Но к выборам готовится осознанно. И призывает к этому сверстников. Некоторые граждане нашей страны, они жалуются на власть, что недостойные служители закона. А ведь мы сами их выбираем. То есть выбор стоит за нами. Команда первой школы в результате заняла первое место. Команда пятой и седьмой школ, занявшие второе и третье место, показали отличные результаты. Лишь немного отстав от лидера. Активная жизненная позиция молодежи курорта не может не радовать. Глядя на таких ребят, можно смело сказать, что будущее нашего города в надежных руках. Жители Анапской приглашают на День здоровья, который пройдет 12 декабря с 9 до 14 часов в здании амбулатории. Проведут прием терапевт, невролог, эндокринолог, кардиолог, хирург, лоро-офтальмолог, гинеколог, стоматолог и педиатр. Все посетители смогут измерить рост, вес, артериальное давление, сдать экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы крови, ЭКГ, пройти оценку состояния сердца на кардиовизоре, спирографию, смокелайзер, пульсоксиметрию. Будет проводиться триплексное сканирование сонных артерий. Для приема необходимо иметь паспорт и страховой полис. Забота о здоровье может быть разной. Например, можно позаботиться о детях, которым жизненно необходимо лечение. Благотворительная акция «Теплый маркет» пройдет в субботу 12 декабря в ДК «Молодежный». В 12 часов начнется ярмарка продажи изделий, сделанных своими руками, а также различные мастер-классы по роспись елочных шаров, гипсовых фигурок и рисованию утюгов, а также мастер-класс по танцам «Тайблфьюжн». После чего для гостей пройдет концертная программа, а в 14 часов начнется благотворительный аукцион «Теплый маркет». На продажу будет выставлено пять лотов. Звездная картина, кукла Тильда, украшения от молодого новороссийского модельера Анны Скобликовой, интерьерные игрушки, сделанные своими руками. Пятый лот пока держится в тайне. Организаторы, Анапская общественная организация родителей детей-инвалидов «Радость жизни» направит вырученные средства на лечение троих детей-инвалидов. А завершит выпуск прогноз погоды. В пятницу 11 декабря в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 2,7 градусов. Ночью до 5 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2,5 метров в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 6 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова